Особое мнение на 101FM А вчера было бы у тебя там 2 минуты Говорить, конечно же, будем про итоги выборов Про явку Про то, удовлетворен ты или нет Результатами этих выборов С какой бы то ни было стороны Про то, как вообще все проходило Почему так случилось Но прежде всего Прежде всего, конечно, про явку мне хотелось с тобой поговорить Ее оценивают по-разному Кто-то говорит, что это стандартная и нормальная Для нашего региона явка, как говорит избирком Кто-то говорит, что это Катастрофически низкая явка И совершенно нелегитимна власть Сколько в цифрах там было у нас? В среднем, если брать по палате По всем критериям, это 30% Где-то 20% с небольшим 30% на выборах в ВЗС, если я правильно помню У нас было 36% Ну, ерунда Просто ерунда На 6% ниже Через 5-7 лет Это будет реальная проблема Потому что я думаю, что явка на выборах будет падать Ввиду естественной убыльности Имеется внутри той части населения Которая привыкла голосовать А люди, которые не привыкли голосовать И у которых нет мотивации ходить на избирательные участки Их будет все больше и больше То есть ты считаешь, что вот эти 30% составляли В основном люди предпенсионного и пенсионного возраста? Ну нет, не совсем пенсионного и предпенсионного Дело в том, что многие люди голосуют Потому что мама и папа их голосовали Они привыкли к этой структуре Это ритуал Общественный ритуал То есть человек идет на выборы Зачем раньше там шарики, весело, здорово, пирожки Праздник Духовые оркестры, говорят Да, да, да Но сейчас это гораздо скучнее Но все равно есть какое-то объединяющее общество Ну как демонстрация, к примеру Какой-то ритуал Люди идут на него Потому что давайте займемся в воскресенье этим Сходим, проголосуем Вот и все Ты считаешь, что через несколько лет явка будет еще более низкой И до какой степени она тогда в таком случае докатится Чтобы можно было сказать, что выборы не состоялись По законодательству она у нас, если я правильно помню Состоится и при 3% То есть мы можем ждать, что там придут 300 человек И все равно выборы будут объявлены состоящимся Но до какого момента общество само не будет реагировать на это снижение явки Дело в том, что выборы сами по себе Они существуют как такая уродливая свою канализация То есть именно не в плане очистных сооружений А в плане направления эмоций Направления эмоций, ожиданий, страхов, опасений, восторгов массы По определенным направлениям То есть выборы сделаны для того, чтобы, грубо говоря, пар этот как-то канализирован То есть люди голосуют, они видят, что что-то меняется Это иллюзия, но что-то меняется от их точки зрения, от их мнения И успокаиваются Эта механика, на самом деле, досталась нам от Европы, понятное дело В Париже, я вчера говорила, как раз в FFA сидели Я вспомнил, что в Париже было за 19 век 5 революций Вот ребята по сравнению с нашими двумя ничтожными маленькими Правда у нас последствия были нехорошие Да и французов тоже хлебнули Но французы эти 5 революций победали, они наелись И у них нормальная система этого голосования Когда массы вместо того, чтобы строить бригады Откручивали голову к городовым Они спокойно, совершенно идут, выбирают своих депутатов Которые там с пеной рута, ну, к примеру Эту механику взяли и наш То есть нюанс в чем? То есть по мере того, как падает явка Возможность управлять обществом То есть это же сами выборы, это механизм управления Это механизм управления Это не механизм не изучения, не оценки Это механизм управления обществом То есть этот механизм управления при явке в 10-15% уже не работает Потому что будут стихийно возникать варианты протестов, каких-то несанкционированных вещей, каких-то странных движений внезапных, которых мы не можем предсказать. Ну, посмотрим еще, какие нам сюрпризы принесет электронное распространение СМИ. Я думаю, принесет. Вот, фэш-мобы уже это начало. То есть при 10-15% эта система умрет. И мы через 5-7 лет увидим, что она находится в агонии на самом деле. Я думаю, что следующие выборы, там, ЗУЭС, Кировской гордумы, там, губернатора следующего, я думаю, тоже будет губернатор. Вот. Они состоятся, все прекрасно. Но дальше, что мы будем делать, неизвестно. И тут, как бы, неприятность в том, что я... Ну, я-то, вот это сугубо лично мое мнение очень неприличное такое, неприятное, аморальное. Я считаю, что всеобщее голосование, я тебе говорил, всеобщее голосование — это ерунда. Потому что я не понимаю, каким образом, зачем, почему на судьбу Кировской области... Ну, это же крамульная точка зрения такая, непопулярная. Почему на судьбу Кировской области должны влиять люди, которым вот 18, да, у него ни кова, ни двора, ничего за душой, ни профессии, ни семьи, ни детей, ни имущества, ни толком, ни взглядов, да. Но он может прийти и повлиять. Если у меня есть деньги, ну, какие-то там несколько миллионов долларов лишних завалялись, да, я могу просто голоса этих людей умело купить и выиграть. То есть, фактически эта власть становится зависима просто от денег. И это очень нехорошо. То есть, вот это оборотная, как бы, сторона этого общего голосования тайного. Я бы за такую сегментацию, за имущественный ценз, на самом деле. Изложи, пожалуйста. Как ты считаешь, кто должен приходить, кто должен иметь право голосовать на выборах? Я несколько очень часто издевался над людьми и говорю, что, ребята, вот у вас нет детей, да, то есть, значит, нечего вам голосовать в Кировской области. Ну, это я перегнул палку. Но если у тебя есть работа, есть имущество, есть хотя бы 5-10 лет проживания в этом регионе, там, без разницы, кировская, не кировская, давай голосуй. У тебя есть, ты этого кандидата будешь требовать у него программу, будешь интересоваться его взглядами. Потому что, ага, этот человек повлияет на мое будущее, на мои имущественные отношения, на моих, на судьбу моих детей. Он говорит, ребята, я бы разобрался с ним очень плотненько, да. Прелесть в том, что вот эти люди, которые неизвестно, кем избраны, да, на самом деле, неизвестно, за что отвечают, и механизмов контроля над ними нету, от них никто ничего толком и не ждет. То есть, такая декорация, бутафория, ну, на самом деле, все это, да. То есть, на этом фоне, естественно, они могут выбираться, собственно, ни за что не отвечая. И вопросов там никаких не задают. Ну, какая программа у этих депутатов? Допустим, ОДПР там заявляет, мы повысим там рот, по-моему, да. Повысим рот до 12 тысяч, там, 20 тысяч, ну, какие-то такие цифры называют. Ну, это жизофрения же нормальная. То есть, всем понятно, что возможности повысить до 19-ти ни у какой ОДПР, Единая Россия, даже если вместе все соберутся, у них нету. Это логика, чистая логика. Но для... я помню эту ситуацию, когда женщина, которой мы разговаривали о корресторе выборов, да, она мать-одиночка, у нее мало денег, у нее очень плохо, она будет голосовать за ОДПР, потому что они обещают. Это эмоционально, это нелогично, но она голосует. А скажи, пожалуйста, вообще результаты этих выборов конкретных больше эмоциональны, или все-таки основа на логике? Результаты всех выборов эмоционально, практически всех. Голосуют за людей, которые нравятся, или людей, которые чем-то, как-то убедили в том, что на них в чем-то можно положиться. Давай в таком случае рассмотрим хотя бы кандидатов в губернатора, а потом перейдем к городской думе. Посмотрим, за кого проголосовали в итоге кировчане. За того, кто обещал больше? Так нет. Дело в том, что голосовали за какую-то очень простую конкретику. То есть, в моем понимании, за Васильева проголосовали и за дорогу. Вот, ну, это глупое убеждение. Меня могут там смеять какие-нибудь суперпрофессиональные политологи, и они у нас всегда водятся в нашем заповеднике. Но, мне кажется, из-за дорог, потому что человек сделал, он ли это сделал, сам ли это сделал. Его неважно, но заслуга приписывается народом ему, то, что он отремонтировал эти дороги. Прекрасно. Каждый день, едучи по этим дорогам, своей пятой точкой, ты чувствуешь самый главный аргумент в пользу Васильева. Молодец. Что сделал Кирович Ркасов? Савграфировался с папочкой. Я говорю, там можно подписать Эрик Крауза, да, то есть реклама канцелярской принадлежности. Ему бы рекламировать мужские костюмы и канцелярские принадлежности. А Мамаев, ну, с ним тоже все понятно. Я когда проезжаю мимо, проезжал, и сейчас, по-моему, есть этот счет, где написано... Голосуй за своих? Не-не-не, за земляка-то бог с ним. Земляк и советский мне такое интереснее тоже. Но дело не в этом, а в том, что слоган какой-то КПРФ, там, отступать некуда, сделаем шаг вперед. Вот ты чувствуешь, что тебе некуда отступать? То есть нащупала ли я дно? Нет, я чувствую, что еще можно падать. Вот, так понимаешь, большинство людей нормальных, которые живут в этой области, мне кажется, они не чувствуют себя прижатыми к стенке врагами, понимаешь? То есть там надо доставать, откапывать какие-то винтовки, значит, это вилы вооружаться и громить этих супостатов. Ничего этого нет. А КПРФ... По крайней мере, не здесь супостатов ведь нам показывают, они далеко, за океаном. Это раз, но это официальная политика, да. Ну, можно посмеяться на эту тему довольно долго и много, но вот КПРФ, я не понимаю этого. К чему, кого и к чему они призывают? Какой процент населения? За Мамаева проголосовала сколько там, не помню. Посмотри, пожалуйста, цифры. Не сейчас, попросите. А, ну, хорошо. Ну, за Мамаева что-то проголосовала, там, за Черкасова что-то проголосовала. В ДПР, кстати, у них денег больше, и рекламы побольше, то есть все нормально, поэтому, скорее всего, результат у них больше. Но в содержательном плане ничего. Плюс самое главное, это... Разве люди голосуют за людей фактически? Или за... Кто-нибудь знает политическую программу «Единая Россия»? Я не знаю. То есть, она, существуют какие-то буквы, слова есть, что-то есть, но это программа, серьезно? Вы шутите? Или там у ДПР это программа, это бред. Как и у КПРФ, там, что они собрались отнять и поделить в очередной раз? Или что там у ДПР собиралось там всех привлечь? Жириновский ответит. Жириновский, ты можешь, и ответит кому-то где-то и как-то. Нет, все проще. То есть, люди голосуют за систему управления, систему распределения. То есть, вот есть Василий, который показывает, вот так работает система. Все. Мамоев набрал около 19% голосов. Прекрасный результат, между прочим. Прекрасный. Ну, он улучшил, кстати говоря, свой результат по сравнению с 2014 годом. Я тебе, знаешь, что хотела спросить? По поводу тех заявлений, которые делали, раз уж ты начал эту историю, делали на своих предвыборных агитационных плакатах кандидаты в губернаторы. Почему голосуем за Единую Россию? Или там кандидат, я уж теперь даже не помню, это на Васильевском висело плакате, или в Гордуму, и там и там были обещания. Васильев обещал дороги, и еще дороги, и еще детские сады, и еще деньги какие-то, да, и еще много чего. А Единая Россия говорила, почему за Единую Россию, и два пункта. Потому что партия Путина, и второе, потому что гарантированное попадание в федеральные программы. То же самое и Васильев, точно он здесь, да, он тоже говорил, при Васильеве, а он Единая Россия, гарантированное попадание в федеральные программы. Почему ни один другой депутат не использовал, кандидат в депутаты или губернатор не использовал это? Почему федеральные программы используются как некий кошелек, который существует в рамках государственного бюджета, но почему-то принадлежит Единой России? Ну, это правильный вопрос, но Войгик это неправильно. То есть, если деньги государственные, а Единая Россия правящая, правильно? То есть, КПСС мы не забыли. То есть, все это, люди воспринимают все это абсолютно едино. То есть, вот есть большая хорошая партия, нехорошая или нехорошая, без разницы, партия Единой России, которая может повлиять на какие-то процессы. Маленькие партии, коммунисты, там, УДБР, вряд ли так сильно повлияют. Ну, нелогично будет, если они заявят, что могут федеральными деньгами распоряжаться, правильно? А если Единой России заявляют, вроде бы логично выглядит, она же большая. Значит, она распоряжается. То, что это никакого отношения к действительности не имеет, люди этого не знают просто. Вот и все. Владимир Маматов, это его особое мнение, мы сейчас слушаем. Через несколько секунд вернемся в студию. Особое мнение на 101FM. Не видят никаких больше перспективов. Это мы уже начинаем обсуждать пост Антона Касанова, посвященный результатам выборов. Обсуждаем здесь, в этой студии, с Владимиром Маматовым. Это его особое мнение. Вы, слушатели, сейчас имеете удовольствие слушать. Простите за тавтологию. Итак, Володя сказал, что пост, который написал Антон Касанов... Ну, содержание поста мне перескажет. Да, на сегодняшний день в Кировской области, в Кировской политике совершенно жуткий застой и кадровый кризис ввергает тебя в уныние. Но это же о чем-то свидетельствует. Потому что господин Касанов известен довольно активной просветительской позицией в этом регионе. Нельзя сказать, что ему все равно, что будет с этой областью. Каким образом вот этот кадровый голод в Кировской политике влияет на богосостояние Кировской области? Это очень интересно. Мне бы хотелось услышать ответ от того же Касанова. То есть ты считаешь, что кто бы ни пришел, пришли бы другие, более молодые инициативные люди, было бы то же самое? Если придут более другие инициативные люди, это означает, что процессы экономические в Кировской области поменялись. Вот сначала, что меняются экономические процессы, приходят инициативные люди. Или все-таки приходят инициативные люди, и меняются экономические процессы. — Курица или яйцо в данном случае? — Да, совершенно правильно. В данном случае у нас не получится курица, то есть яйца, у нас получится очень просто. Нет развития, нет какого-то движения, ничего расти не будет. Для того, чтобы любое действие, те же выборы, для того, чтобы они состоялись, нужно четыре составляющих. Это идея, деньги, люди и структура. Вот если чего-то из них нет, или они представлены в гиперразмере, то есть очень много денег, совершенно нет идей, очень много людей и хорошая структура. Можно представить себе, что получится. — Ой, а давай за деньги зацепимся. Ты же не первый раз участвуешь в как раз выборных кампаниях. — 15-20. — 15-й раз. И в этих выборах ты тоже участвовал. — Ну, конечно, да, конечно. — А расскажи про деньги, пожалуйста. Вот как изменилась как раз структура портфеля, возможно, которые были потрачены на выборы и в сравнении с теми прошлыми? — Никак. В процентном отношении практически никак. — На что тратились деньги в основном? На чем акценты делались? — Акценты делались, ну, вопрос нет. Дело в том, что каждый выбор еще зависит от нескольких вещей. Это кандидат сам по себе. То есть что у человека за бэкграунд? Если он директор завода, да, там известный человек, персонал, пишет на раскрученный имидж и так далее, и так далее, то механика и разотраты пойдут, допустим, на встречи с населением и на какие-то памятные вещи, да, ну, условно говоря. То есть другая картина будет совершенно, если человек неизвестен, да. Вот мне в этот раз опять повезло, то есть мне пришлось практически как бы заниматься с человеком, который никому неизвестен был. Ну, как никому неизвестен, кроме там своих друзей, товарищей, созвуживцев. То есть начинает с нуля, нерасключенный персонаж, очень здорово, хорошо, замечательно. — Представители силовиков? — Нет, нет, это Сережа Халевин, Сергей Васильевич Халевин, который у нас в УКС-АВИТЭК на филейке. Я очень рад за него. Во-первых, он победил еще раз, его можно поздравить с Мел. Мне он как человек понравился, если честно говоря. Вот. И самое главное, что было интересно с креативом, с какими-то находками компания. Раздавали пакеты в магазинах с надписью «Филейка верит в тебя, Сергей Халевин». Вот. Выдавались они в обысках, там, в магнитах, в этих самых местных магазинчиках. — В пакетах что-то было? — Нет, зачем это? Просто упаковочные пакеты на кассе магазина выдавались символикой кандидата. — Это надо было договориться с сетями, да? — Ну, естественно, конечно, официально, проплачено, договорено. Все-все хорошо. Избирком не предъявят нам претензии, никакие не предъявят. То же самое до этого, движение «Красивая Филейка» выдавало крышки для консервирования с надписью «Программа мугоустройства Халевин 33 двора». Тоже замечательная очередь там стояла, все в порядке. То есть масса вещей, и, ну, мне нравится. И его хорошо сделали, хороший пакет, где он в каске, прекрасно совершенно. — Какой слоган? — Филейка верит в тебя. Мне нравится, очень хорошо. И люди восприняли это очень позитивно. Причем мне что понравилось, это люди понимали, или вообще понимают отношение к ним. То есть, ну, конечно, обманываются, конечно, они пребывают в людях, но, тем не менее, когда они понимают, что их не собираются обмануть, что с ними пытаются говорить, им пытаются что-то донести, они реагируют хорошо. И, конечно, поквартирный обход. Это святое дело. — Кто ходил по квартирам? — Калевин и ходил. — Он сам ходил. — Конечно. Ну, вот к нашим, мы здесь разговаривали с Алексеем Кузьминым, который выборы проиграл по своему округу. — От кого он шел? Одномандатник, да? — Это одномандатный округ «Справедливая Россия». Он говорит, что обошел 3000 квартир. — И за него не проголосовали. — За него не проголосовали. Причем по своему округу, по-моему, то ли четвертый, то ли пятый. При этом Алексей рассказывал, что едва ли не каждая шестая, если не девятая квартира, только говорили, что они будут голосовать за «Единую Россию». Это очень... в итоге результаты выборов очень удивили его. Вы тоже ходили по квартирам? — Ну да. — Какая история там была? — Нет. Ну, мы, во-первых, не говорили, что мы от «Единой России», хотя он шел по списку. Не по списку «Единой России», но он член «Единой России» был, вступил перед выборами. Но мы не собирались акцентировать, во-первых, момент, что мы от этой партии, потому что он действительно выбирал сам по себе, на собственном игре. — А почему историю с партией не использовали? — А потому что человек не обстрелянный, грубо говоря, да? И если бы он сходу говорил, что он единоросс, то его бы засовывали в воображение, засовывали в формат вот этого чиновника, который пришел, да? А он не мог этого сделать. Он не профессиональный политик, никогда не выступал, ничего. Он прекрасно себя чувствовал в том имидже, который ему был близок. Он действительно юрист, действительно строитель. Ну, без каски, правда, ходил. Но ему ничего не надо было выдумать. Тот вопрос был госстрофа Филейки, с которым он вышел, он разбирался в нем прекрасно, потому что это его профессия. Все. Больше он ничего не знал, не понимал. У него прекрасная биография. Папа и мама работали на АвиТеке. Десять лет на АвиТеке, десять лет в УКСе, АвиТек. Ну, я тоже повторяю рекламу, фактически предыборные речевки, да? — Да, оно интересно. — Да, все было здесь. Ну, нет, мне очень нравится. Просто прекрасно. То есть компания была сверстана грамотно, четко, аккуратно, правильно. Поэтапно было правильно все распределено. То есть и встречи с дворами, встречи с коллективами. — Во дворах что говорили? — Ну, там обсуждалась программа благоустройства. Вот это федеральная программа. — Конечно, конечно. Там же вся фишка в том, что для того, чтобы эта федеральная программа работала, все, что нужно сделать, собраться двором, составить смету, дизайн-проект, все это отправить в администрацию, от двора. И тогда только финансирование двора будет включено. Но для того, чтобы собрать двор, сделать смету, сделать дизайн-проект, нужны люди, усилия и время. Сами по себе люди этого или же не хотят, или же не понимают, или же надо очень долго объяснять. Халевин сделал примитивно просто, он просто взял эту задачу на себя и заявил, что да, я буду это делать. — Аплодисменты. — Да, да. Чисто оправдан. — И что и вот эти 33 двора получили тут же собрание, проект и заявление на участие в федеральной программе? — Они получат в этом анекдоте, это нетрудно. — То есть они еще не получили этого даже в руки. — Так на 18-й год это получат все. — Нет, я имею в виду, что проекты-то и заявки ушли уже в администрацию? — Нет, смотри, заявки собираются в администрацию через месяц-два. — Они уже принимают их? — Конечно. — Администрация уже их принимает? — Она их будет принимать. — Я хочу понять, то есть он приходил, он говорил, я вам помогу через месяц-два. — Да, собирается инициативная группа, собирается инициативная группа, которая должна с жильцами принять решение о том, что они будут подавать. — Да это мы поняли. А кандидат-то ваш, когда приходил во двор, он приходил, уже их собрав, уже сказав, что вот, ребята, у вас проект, смотрите, вот уже заявку, я ее сейчас справляю. Или он сказал, вы меня выберете, и через пару месяцев я отправлю вашу заявку от администрации. — Он им объяснял, что есть эта программа, Светочка, Светочка, есть эта программа, которая есть. — И все? — Конечно. — Да мы с Аней Лапшиной здесь каждую неделю этим занимаемся. Никто у нас в депутаты не выбирает. — Света. — То есть он просто пришел и рассказал ровно то же самое, что рассказывают все чиновники и мы, смешники. — Значит, делается как? Для того, чтобы... Ну, это прописная истина, не лишнее повторить. Вот ты собрала собрание где-нибудь в дворе, да, тусовку-массовку эту. Ты людям на этом собрании раздай в руки памятку с телефонами, адресами, портретом, биографией и призывом. И объясни, что, ребята, вот этот телефон, вот я, вот эта программа, обращайтесь. А через 2-3 недели еще раз их собери и объясни, что к такому-то сроку примерно будем делать вот это. — А почему он не сделал это уже? Вот, например. — Когда? — Если через 3 недели он собирался, за 3 недели все 33 двора могли получить и проект, и заявку. — Не то исключено абсолютно. — Почему? — Технически посмотри. — Ну, технически возможно. — Ты представляешь, это собрать сначала... — Имеет такой ресурс, как Ухсовитек, возможно? — Нет, нет. Посмотри. Те нужно сделать, во-первых, смету. То есть взять специалиста с этим двором. Это должна быть заявка от жителей, договоренность с компанией. — В общем, я поняла. Они получили обещание. — Конечно. — Они получили обещание, и дай бог, возможно, сейчас его избрав... Как зовут еще раз? — Халявин. — Халявин. А зовут его как? — Сергей. То есть его избрав, они вроде бы теперь могут с него что-то требовать. — Конечно. — А требовать они могут уже где-то в сентябре-октябре, иначе поздно будет. — Конечно, конечно. — А вот мы посмотрим, сколько филейка получит, 33 двора или не 33 двора. — На 5 лет она получит 33 двора. — Вот, по крайней мере, нам теперь известно, вот нам теперь известно, нашей радиостанции, что можно Сергея Халявина требовать в октябре. — Халявина, прошу прощения. Холевина, хоть с одного депутата понятно, что можно требовать. Я думаю, не сентябрь, дайте ему отдохнуть, но октябрь, ноябрь. Как бы не опоздал, потому что федеральная программа уже все заявки получит. Учитывая, что работали мы вместе с Бычковым, который территориальное управление, да, конечно. То есть там еще ходил человек от теруправления. Замечательно. То есть все было сделано так, чтобы ничего не... Вот все, что... И существует программа. И эта программа фактически Холевина. Все. Класс. Да. Класс. Это Владимир Маматов, его особое мнение. Мы сейчас разбирались в тонкостях технологии обработки избирателей. Нет, ну, смотри, обработка... Работы с избирателями в предвыборный период. Нет, ты все правильно сказал, обработка избирателей, но... Нюанс в том, чтобы одновременно совпало несколько вещей. Это эмоциональная составляющая, да? Если неприятный тебе человек, да, ну, внешне, физически, да, то есть, как говорят... Он хорош собой. Молод, высок. Молод, совершенно правильно. Я помню его, да. Да, молод, высок. И самое главное, он просто, как правило, да, как Ленин, да? Человек, который интересен, человек, который эмоционален, человек, который четко знает, о чем мы говорим. Это прекрасно. Ты мне скажи, пожалуйста, ты-то появлялся на этих собраниях? Нет, на собраниях я не появлялся. А то я думала, если еще Владимир Маматов на собраниях, то тогда все. Не-не-не, я с ним только обходил квартиры. С Вятским квасом. Я обходил квартиры, поэтому вариант был, естественно, Вятский квас. А, ну, прекрасно. Привет, Сережа, там все хорошо. Тер-управление Сережей и Владимир Маматов. Вот рецепт успешной борьбы на выборах. Сейчас на две минуты прервемся, у нас реклама. Особое мнение на 101FM. Провожает программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Я сказала, политтехнолог успешный. Тот, кто обеспечивает успех на выборах любого масштаба. Ну, не любого. Я президентских... Ну, вот только что ты в перерыве заявил, что дай мне избрать всю городскую думу. Нет, кировскую городскую или АЗС, или губернатор кировскому не проблема. Во-первых, я знаю этот регион очень хорошо. Ну, хорошо я его знаю. Во-вторых, я понимаю людей, которые здесь живут. И, в-третьих, ну, я немножечко, маленький опыт у меня есть. Чего хотят люди этого региона? Чего хотят люди? Стабильности, удобства. Стабильность в чём? Мы и так стабильно плохо живём, Володя. Стабильно плохо это... Света, смотри, вот 5 или 7 лет назад всё было до кризиса, допустим... Нет, даже раньше, до кризиса восьмого года, да? Ой, когда совсем всё было хорошо. Жирные двухтысячные, ты имеешь в виду. Вот, ты знаешь, от офф-топ сделаю маленький, то есть весной восьмого года одному из своих приятелей, богатому человеку, да, я говорю, слушай, вот не нравится мне ситуация, ну, просто очень не нравится. Вот какое-то у меня предчувствие нехорошее, да, вот что-то манитонное. Да это Америка, да ты видел, да у нас, да у вас... Причём человек с деньгами, он должен прогнозировать, по идее, рынки. Весной я услышал совершенно другую... То есть осенью я услышал совершенно другую песню. А месяцы за два до кризиса предприниматели гораздо меньшего масштаба и говорят, господи, да успокойся, да он, посмотри на цену на нефть, да всё прекрасно, да всё замечательно. Через два-три месяца, естественно, он начал петь о том, что всё погибло, всё пропало, гиф снимают, клиент уезжает. И люди помнят, как было хорошо 7 лет назад, но не помнят, как было плохо 15 лет назад. Вот сравни нынешний уровень, да, с уровнем, допустим, 20-летней давности. Ой, ребята, может быть, это как-то фитилёчек-то подкрутить, да, потому что историческую память стоит иметь. Перед тем, как говорить о том, что там упало уровень, не упало, там поднял... Мы живём хорошо. На самом деле... Особенно по сравнению с 41-м. Ну, я думаю, что... В 17-м. Нет, я думаю, что если мы возьмём... В 905-м. Каким ещё... Света, сразу Мамаева побоище. Какое-нибудь, да? Да, давай заглядём. Всё, там мы увидим вообще картину, от которой... Древний мир под ним. Совершенно правильно. Нет, вопрос перспектив раз, и вопрос ощущения того, что твои результаты приводят к результату. То есть твои усилия приводят к результату. Если люди видят, что это безрезультативно, да, то есть они делают усилия... Прости, давай попроще объясни, пожалуйста. Кировчане голосуют за стабильность. Какую стабильность? Стабильность какую? В чём? За возможность... Кировчане... Финансовую, безопасность, экологическую, чего тут... Экологическую эпоху, понимают кировчане. Экологическая не та карта, которую надо разыгрывать. Да, стабильность доходов, стабильность управления, стабильность в плане соблюдения каких-то правил общежития, да? Каких? Каких? Поясни. Света, ну никого не взрывают, не стреляют на улицу, да? Вот, а всё-таки безопасность. Безопасность, конечно. То есть хорошо играет на руку здесь федеральные каналы, которые нам без конца транслируют, правда же? Теракты, Америку, вот это вот всё. И это... И нашу, и нашу военную мощь. Не, ну наша военная мощь, это скучноватая штука достаточно, то есть она существует где-то. Хорошо, безопасность и зарплаты, лишь бы не падали. Да. А когда им обещают, что ещё будут расти, то это уже хорошо, это стабильность. Да, да. У нас... То есть когда приезжает замминистра образования и говорит, ммм, учителя на своём, значит, предсовете ежегодном ни один не пожаловался, это значит, что майские указы выполняются, и у вас всё хорошо, а учителя зарабатывают всё больше и больше. Учителя зарабатывают просто... Сказочные деньги, да. Да, в медицине у нас тоже всё хорошо, мы развиваемся. Лес прекрасен тоже. Лес прекрасен, да. Он растёт, его рубят. Вот. Ну и дороги делаются. Дороги делаются, да. Ну всё, конечно, мы гласим за это. Они делаются, ну, вот тут начинаются уточнения, да, то есть вот эти предвыборные лозунги, там, это растёт, это улучшает. Если взять где-то в отдельном районе, там, показатели, то выясняется, что да, это правда, действительно что-то происходит. Действительно так. Да. Остаётся не так много времени, я хочу тебе напомнить, вернуть тебе пару твоих фраз, которые ты сегодня уже произнёс. В самом начале ты говорил, когда упоминали Игоря Васильева о том, что вот он избрался, это была неожиданность, я думаю, что и следующим губернатором будет тоже он. Это ты сказал. Ну, это я отчасти пошутил, потому что я не думаю, что Игорь Владимирович хочет на второй срок. Вот у меня нет у него такого ощущения. Мне кажется, ему бы в Москву бы быстрее и обратно. А в какой части не шутил ты? А не шутил я в том, что меня он устраивает как губернатор. Как это очень не смешно. Как это очень не смешно, он меня как губернатор устраивает. То есть, да, это чиновник, да, это службист, да, это человек Москвы, но при этом для Кировской области, может быть, это далеко не самый худший вариант. Вопрос у него и с элитами, и с поддержкой, и с информационной работой. Можем очень много чего говорить. Но это год, другой, третий, и посмотрим. Теперь ты ещё сказал, что Дума – это декорация и бутафория. Для кого и для чего? Все выборы бутафория. Значит, Света, что такое… Мы говорим о городской думе, конечно. Нет, мы говорим вообще о любой думе. И государственной тоже. Да, конечно. Ну, посмотри сама. Ну, что такое власть? Власть – это система созданная для сохранения доходов и положения определённой группы людей, которая забралась наверх. Так было всегда, и так всегда будет. То есть, для того, чтобы… И все эти выборы – это механизм управления, шоу. Без разницы, как это называть. Ну, это и то, и то, соответственно. Для того, чтобы обеспечивать и этой группе населения те же преференции. Всё. Это механизм, работающий на власть. Её не может быть другим. Вопрос, насколько хороша эта процедура, насколько это разумно, и насколько разумна сама власть. Всё, я тебя поняла. Вот я сейчас как обыватель с тобой разговариваю. То есть, это Дума для тех, кто у власти. И хорошо. Тогда очень интересно твоё мнение по той кандидатуре, которая будет выдвинута на главу этой Думы. Кто с кем будет бороться? Сольётся ли Сураев, который заявлял, что он хочет быть мэром? Будет ли Ковалёва, который считает ставленницей Крепостного? Или будет третий персонаж? Четвёртый, пятый? А, ставленник Васильева, о котором тоже говорили не так давно на Красном наблюдателе. Сейчас найду. Это бывший... Просто этой интригой я не интересовался, и она не знакома мне. Нынешний министр ЖКХ правительства Кировской области сейчас. Он у нас тут не был, поэтому я их запомнить никак не могу, министров. Ну так что ты скажешь по поводу мэрства? Нет, по поводу мэрства не знаю. Одни люди убеждают меня в том, что Крепостного это совершенно не нужно. Просто категорически не нужно. Я склоняюсь к их точке зрения. Но Ковалёва там есть. Другие люди... Она не сама пошла, мы понимаем. Ну, женщина в голове Кирова это... Я-то всё время за это время топила. Я понимаю, извините мои сексистские высказывания, но женщина в голове Кирова не надо, пожалуй. Ты же говоришь, что бутафория, какая разница? Женщина, мужчина, андроген какой-нибудь? Что? Ну, не скажи. Управленческая должность... Нет, извини меня, пожалуйста. Ты как настоящий обыватель путаешь тёпое с мягким. То есть, одно дело у тебя управленческая должность, да? И другое выборы. Выборы мэра произойдут, если я правильно помню, среди депутатов. Правильно? Конечно. То есть, я вот... Что меня больше всего бесит в Кирове уже не один год, это отсутствие прямых выборов мэра. Потому что, в моём понимании, губернатор должен быть назначенец из Москвы, вот бейте меня, кидайте меня, кировчане дорогие, делайте что хотите, но я считаю, что для региона лучше всего, если человек из Москвы назначен сюда. Всё. То есть, проводит... Губернатор. Совершенно правильно. А мэр? А вот мэра должны избирать сами кировчане. И вот этот тандем, пусть они бодаются, пусть они выясняют, пусть как-то притираются друг к другу. То есть, между этими двумя началами, разными по знакам, будет происходить что-то позитивное. Так всё-таки, какая властная структура, приезжие с губернаторской командой люди или местные олигархи выдвинут? Нет, выигрывают местные. Местные выигрывают. Местные выигрывают, потому что, во-первых, губернаторская команда слаба, она объективно слаба, там далеко не всё устоялось, и насколько у меня ощущение, что там часть людей покинет, часть людей придёт, там всё очень нестабильно. Они не будут заниматься городом? Нет, не в этом дело. Я думаю, что они будут заниматься городом, но для того, чтобы... Люди, которые занимаются городом от местных, они сильнее, перспективнее, увереннее себя чувствуют, они знают лучше. Сураев будет бороться за это место? Я бы ему очень сильно не советовал. Почему? Ну, почему? Потому что... Ой, сложно объективировать это ощущение, но Василий Куприянович, во-первых, со своим заявлением, что... Ну, это очень смешно, ну, для меня смешно, когда человек за месяц или за два месяца до выборов вдруг заявляет, ага, у меня есть предыборная фишка. Я вам сейчас скажу, что правильно, я вам скажу, что я буду мэром, и вы проголосуете за меня, лохи. То есть ты считаешь, что это было заявление паровоза? Да, это предыборная фишка. А сам он не готов пойти на мерс. Я не понимаю, каким образом директор молочного комбината, ну, я чуть-чуть представляю себе объем работы, ответственности и задачи, которые стоят перед собственником такого предприятия, да. Для того, чтобы работать мэром Кирова, надо забыть про свой собственный бизнес и заняться только и исключительно городом. Я не понимаю, как можно одновременно быть директором крупного завода и одновременно возглавлять город. Хорошо, мы поняли, мы поняли, что... Если у него есть управление, с которым поставят на заводе, я бы хотел посмотреть на этого человека. То есть Дума будет использовать местные олигархи, и именно они будут выбирать мэра. Васильев здесь не сможет повлиять и не будет этого делать. А по-другому как-то было до этого? Ну, мало ли, вот и были же, что вмешается губернаторская команда. Теперь ты уже упомянул, у нас остается буквально минута, ты уже упомянул, что сейчас начнутся активные перестановки в областном правительстве. Я упомянул, что не активные перестановки, а какие-то люди придут, какие-то уйдут. Я не знаю, кто. Ну, судя по каким-то обрывочным сведениям, обычно обрывочным слухам, я думаю, что да, они произойдут. Во-первых, у нас инаугурация, я себя правильно помню, во вторник. То есть после нее будем смотреть на кадровый состав. Зависит от того, насколько Васильев надолго здесь обосновался, насколько он собрался все-таки здесь чем-то заниматься. Так, плотненько, да? Кто будет, кого он подтянет. Так он все-таки пять лет прослужит здесь? Да, мне бы хотелось, конечно. Потому что, ну, он мне симпатичен. Он мне просто... Просто симпатяга. Совершенно правильно. Как на предвыборном плакате. Ну, хотя на своих плакатах я, не знаю, как-нибудь не удержусь. Команда политтехнологов не нравилась, слабой казалось Маматову, но то, что они сделали, фоточку на плакат сделали хорошее. Нет, фоточка на плакате меня смешит, потому что... А, точнее, нет, они же подкорректировали все правильно. Первые плакаты, которые они повесили, Игорь Владимирович был добр просто до слюна отделения. Чрезмерно. То есть паток одна. А сейчас он вполне такой посерьезневший, сделаем Кировскую область сильной вместе. Ну, хреновенький свал, но все хреновенькие. Ну, нормально уж. Да? Маматову нравится наш губернатор. Маматову нравится. Пусть посидит пять лет. И подольше. Может быть, даже на второй срок пойдет. Света, я тебя умоляю, не иронизируй так сильно. Коверческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Был сегодня в программе «Особое мнение». Володь, большое спасибо. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!